Друзья, не подумайте, что у нас сегодня будет грустная тема, наоборот весёлая. Значит, позади три фильма, которые называются «Спасите наши души». Кому надо, посмотрели. Надежда, что просмотра будет тысячи, не оправдалась. И получается, ну спасу пару душ, а может быть и это хорошо. Поэтому мы сейчас пропускаем эту тему, и будем, надеясь, что мы будем говорить, я буду улыбаться наконец-то, а не проклинать тех, кто губит деревья. Поэтому я даже читать не буду. Добро пожаловать на кладбище, это не я, это знают все, что творится на дорогах. Но тем не менее, никто палец о палец, чтобы спасти людей. Видите, это не я, это всё из интернета. Все знают, и никто ничего не предпринимает. Какая-то я вообще. Поэтому, видите, рационально объяснить смог я, допустим. Ну, 200 просмотров, проехали. А теперь давайте просто пусть будет вебинар. Обычный, но несколько секретов мы ещё раскроем. Вот, посмотрите, как всё просто. А вот хорошо бы студентам бы эти, не мне бы присылали фотографию студентам. Вы смотрите. Абрикосы видите, видите? Ну, чего особенно? Абрикос как абрикосы. Вот. И что-то не то, согласны? Но, внимание. А вот это ещё хуже. И давайте сравнивать. Это важнейший момент. Почему? Да у меня тоже часть сада в затенении. Но человек про затенение ничего не говорит. Как он написал? Внимание. Доброе утро. Это у соседей за теплицей. Прошлогодние саженцы. Так и не проснувшиеся. И мои амуры. Разница налицо. Я должен похвалить человеку, у которого мои, подчёркиваю, амуры. Здоровые. Так, зазеленили. Вот. И соседские. Соседей, значит, побелили. Одна из возможных причин смерти. Ну, это же не амуры, а это же чё-то произведение. Может, они изначально были больные. Ну, двухлетки же посадили-то их здоровыми. Вот. Наверное. Ну, побелили, наверное, смерть. Это нормально. А посадка? Куда посадка? Ну-ка. Вот. Смотрите, у него. Это плохо видно. Ну, что-то на холм похоже. Или на гряду. Вот. А соседей посадили, наверное, смерть. Абарикосы, ну, три года дальше не живут. Победанное и эти. Всё, казалось бы. И ещё соседей, мудринец, посадить в тень. Вы заметили? Вот. Ну, что? Наше дело правое, как сказал бы Иосиф Федорович. Мы победили. Нет. Теперь давайте. Не стал я это сам, вы видите. Нет фамилии, нет ничего. Тут есть чего-то, вот, написано, чего-то, вот, какое-то, вот, чего-то, чего-то. Но расшифровывать не подаётся. Вот. Ну, тут-то я сказал, что я прокомментирован на вебинаре, поэтому, надеюсь, человек это увидит. А теперь начинаем ругать своего, родного, близкого человека, которого мои, а может. Что такое тень? Это значит, что они тянутся вверх. Это ненормально. Это неестественно. И уже понятно, что сосед полутень посадил, что наш друг полутень. Это уже плохо. Но, если бы годом раньше, он может скажет мне. Борис Федорович, да, сейчас их рассажу, всё равно рассажу. Но в этом году уже опоздал рассадить. Согласен, с листами это непорядок. Надо было их рассаживать, когда они спали. Ну, например, в апреле. А если это юг, то в марте. А здесь получается так. Им ещё год жить. Корни будут уже вот такие. О, я не привилечу. Вот. И придётся рубить их. Я-то настрадался этой весной. Я же десяток себе этих абрикосов пересадил. Перероски. Люди по обрезу, говорили. Такими сортами. Ну, это ладно. Я уже со смехом говорю. Чего обижаться, если бы они купили, мне нечего было просадить. Вот. Итак. Ещё год. А они нужно посадить. Он не может их так оставить. Тогда возникает вопрос. Дружище, что ж ты годом этой весной не рассадил-то? А? И пока красно солнышко. Год теряется. После той обрубки придётся вот так отрезать. Видите? Вот даже сейчас, если бы он пересаживал, проценту 57 скромно надо убирать. Для пересадки. Только он увидит, скажет, господи, что-то я правда оплошал. Константинович меня отругал. Сейчас я прямо возьму и рассажу. Вот столько отрезать придётся. А если до осени? Нет, они не помрут. Это же амуро. Амуро – это как… Я, знаете, сейчас сравню амуро. Моросокость дикая. Значит, урожайность дикая. Это чудо какое-то. Плоды переносят месячную транспортировку. Представляете? Вот. Мечта хозяйки – это моё второе название личное. А вот. Плоды амуро – мечта хозяйки. Соки, компоты, варенье. Вот. Вкус. Косточка отделяется, прямо аж прыгает внутри. И всё это… А ещё год пройдёт. А попробуйте потом их вырубать. Вы будете вырубать вот эту вторую. А первую часть корней отрубите. Вот что получается. Человек мне совсем душевой константинович. Посмотри, какой я молодец. У соседей так и не проснулись. Вот. Давайте, ребята, достигать идеала. И садить тень. Не белить. Это страшная вещь – молоденький саженец побелить. Я потом в другой раз это сделаю. Я уже заходил. Я набирал так. Фото, краска. Заметьте, я набрал не «извёздка», а набрал слово «краска». А я-то 35-40 лет назад-то что делал? Я так же читал с вами эту газету, журнал «Садоводческий». Я брал «извёздку», я её гасил, а потом белил дерево. Ну, понимаете, я не больше двух раз я почувствовал, что это здесь не то ещё в те годы. Потому что весной белил, а уже поздно. Пишет та же газета, а весной поздно. Надо перепад зиму на осень, а то зима на лето. А осенью побежал, к весне я не говорю, а пара отвалилась. И вот до этого момента побелка, она помогать не помогала между нами, девочками. Она и не помогала, нет. Но побелка, для чего она известь, она хотя бы сильно не вредила. Понимаете? Но потом кто-то сказал, караул не держится на дереве пэта. И давай делать специально составы. Добавлять грин, добавлять то, добавлять клей, клей добавлять. Вы поверите? В состав добавляли клей. И потом, наконец, когда миллионами людей овладела вот эта мания, благодаря вот этим подлым публикациям, я вообще уже не выбираю фразу. Я говорил, буду улыбаться, и вдруг слово подлое. Вот. Я раньше говорил, странное. Вот эти странные публикации странных авторов, что теперь, значит, в миллионах мозгов биться, что надо красить. И тогда придумали. И вот я набрал фото, краски для деревьев. Пожалуйста. Пожалуйста. Пользуйтесь. Убивайте. Вот соседа мёртвые деревья. А как здесь написано? Так и не проснувшиеся. Ну что, одну тему разобрали. Сами больно пересаживать. Так густо дальше растить нельзя. Даже сейчас бы я мог бы посоветовать выкопать. Пусть сетку сетник идти будут. Они будут под три метра. Вот. У них они в тени тянутся вверх. Поэтому я смело говорю. В осени они будут трёхметровые. И попробуйте у них пересадить. Они тянутся к свету. Они несчастненькие. Вот такие вот. Вот. Ошибку сделал товарищ. А вместо похвальмы, похвалить, я ещё его и эту пожарил. Ну что, опять получается, я обещал всё делать с улыбкой. Так. Делаю улыбку. Поехали. Фотография моего брата. Юрия Владимировича Железова. Вот. Когда-то он, надеюсь, войдёт со мной в одну историю. Что это семья Железова сотворила. Это революция. А здесь конкретно, что он пишет. На переднем плане вишня старинный местный сорт. Одно из веток привит. Черенок черешни. Прошлый год было несколько плодов черешни. Косточки посадил. Школку под зиму. Пока ещё не пропилось. Вот. Ладно. Будем надеяться, что проклюнется. Теперь. Что получается? Несколько плодов черешни. Есть, значит, общепринятое мнение, что черешня... Это я, Юра, для тебя, доброта, говорю, надо ещё посадить мои деревья. Почему? Здесь только количество можно брать. Есть общепринятое мнение, что черешня опыляет вишню лучше, чем вишня опыляет вишню. И наоборот. Тут черешня прекрасная. А черешня как бывает? Вот она родимая, некому опылить. А рядом вишня. Тогда надо рядом, чтобы было две вишни, три, четыре, пять. Здесь тот же принцип. Садить как можно больше. Вот. Иначе черешня... Вишня-то и работала. Но черешня не навесно. Так. Погибший второй год подряд персик. Это снова мой брат. Саженец железа. Я его лично отправлял. Посаженец осень девятнадцатого года. Прошлый год с нижней части ствола отросли вот такой высоты побеги. И нынешней зимой снова замерзли. На ветках нижнего снега распустились. Почкой дочи дерева не совсем погибло. Вот. Друзья, я с этого начинал. Теперь мой персик перебрался из Хакасии в этот. Даже не из Хакасии. С Краснодарского края в Косовскую область. Там чуть теплее. Вот. Тем не менее многие абрикосы часть этих и черешни так будет. И персики. Поначалу, пока не наступит адаптация, пока их не примет почва, пока не примет климат, вот так и будет. Вот так отрежешь, дружище, брат мой, и жди, когда она возродится. У тебя рядом забор. Надеюсь, что там в север, помнишь, как у меня, точно такой же забор, точно такой же профлист. Вот. И шанс еще, еще не вечер. Почему? Без адаптации. Ой. Ладно, проехали. Продолжение следует... Продолжение следует...